Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня видео на тему огород на балконе, выращиваем лук на перо. Но перед этим я хочу сказать, что все, что делали мы весной по подготовке тары, подготовке грунта, все это же должны сделать и наши мини-огородники, которые будут выращивать все у себя или на балконе, или на подоконнике, в лоджии. Также берем тару, чтобы были внизу отверстия, накладываем туда грунта. Грунт должен быть влажный, очищенный от камней, от всяких примесей. Лучше всего его за неделю до посадок, конечно, полить марганцовкой. Все эти приготовления, которые мы делали весной, перед посадкой вы тоже должны сделать. Лук и салат это самые распространенные зеленые культуры, которые можно вырастить из-за простоты в уходе. Их можно вырастить и на подоконнике, и на балконе, и на лоджии. И вот это выращивание, оно доступно даже самым-самым новичкам, вообще любому. Любой может воткнуть луковицу и высадить. Вообще, если взять общий обзор, балкон, огород на балконе, то там можно вырастить и огурцы, 5-6 кустов, и томаты. Огурцы можно вырастить как кустовые, если в кадушке или там в кашпо, так и вот которые плетутся на шпалере. Потом томаты, если поставить ящик прям под окном, со стороны улицы, вот так во всю длину, можно вырастить 8-10, даже 12 томатов. Если посадить по 2 в одну лунку штамбовые сорта, то 12-14 томатов можно вырастить. Если в отдельных ведрах, то 6-8, все зависит от сорта. Я уже говорила, сорта выбирать лучше штамбовые, такие низкорослые, чтобы они не занимали много места. Ну и конечно, редис, салат, лук, можно вырастить даже перец. Но перец он более теплолюбив, если не застекленная лоджия или балкон, то урожай может быть небольшим, если у вас холодный регион. Если застеклено, то может дать урожай, ну, конечно, не такой, как в открытом грунте. Его можно даже, некоторые люди высаживают в подвесных кашпо. 3-4 килограмма грунта, кустик перца, 1-2 перец, можно в подвешенном виде вырастить. Так, ну сегодня я говорю о луке. Лук, если лук, который я готовила для посадки в открытый грунт, я говорила, что мы обрабатываем там и дегтем, и солью, всяким. Лук на перо ничем этим обрабатывать нельзя, ни в коем случае. Почему? Потому что мы его кушать начнем уже через 2 недели. Но зато сюда, вот в лук на перо, который мы будем выращивать на балконе, идут уже и пророщенные, и те, которые я откинула при сортировке в открытый грунт, не стала садить вот эти. Их все можно посадить в контейнер, потому что для лука на перо таких сильно строгих требований нет. Сюда идет любой лук, главное, чтобы он был не гнилой и, ну, такой по внешнему виду нормальный, чтобы он не был таким пустым. Лук можно высадить любого размера. Вот эти 2 луковицы я для примера специально взяла, ну, покупала в магазине и взяла самые 2 огромные луковицы. Посажу и эти, потом средняя фракция, можете дома, какой остается у вас, вот, к концу сезона обычно мелкий, средний, можно весь высадить на перо. Можно купить специально лук-сивок в садовых магазинах. Вот у меня от посадки лука осталось, я тоже посажу. И все 3 фракции я сейчас посажу, все 3 размера, большой, средний и маленький. И чем они отличаются? Большая луковица, скорее всего, быстрее всего дает вот этот пучок зелени, но у него через какое-то время становятся они, так как они такие толстые, они становятся грубоватыми. Вот этот, такой средний размер, самый идеальный. Но больше всего предпочтения все-таки специалисты рекомендуют высаживать вот такой лук-сивок, потому что у него очень долго сохраняется нежный, такой, не грубоватая зелень, так как у него росточки будут самые тоненькие, самые нежные, и вы дольше всего сможете его резать. Посадка, если говорить о самой посадке, самая примитивная. Берем луковицу, можно предварительно замочить, но в слабом растворе марганцовки, я ничего не стала замачивать, чтобы лишних туда никаких элементов, потом, чтобы не кушать нам эту марганцовку. Я просто обрезала, и тут опять большое различие с тем луком, который мы готовили для открытого грунта. Если там я говорила, что мы обрезаем только вот этот вот хвостик, и если чуть-чуть только вот так обрезали, то здесь мы делаем глубокую обрезку. Прям вот эту макушечку мы всю срезаем вместе вот с этим. Это является толчком, пробуждает луковицу, и вот с такой обрезанной верхушкой лук появится намного больше. Но если у вас уже есть росток на луке, ничего обрезать не нужно. Высаживаем просто так, она выпрямится сейчас к солнцу, и все. И вот посадка, не бойтесь лук заглубить, он выносит, ой, не заглубить, а загустить, он выносит загущенные посадки, прекрасный лук на перо. Просто вот так помещаю в землю, но грунт, конечно, должен быть рыхлым, чтобы они хорошо... Сейчас я пододвину, чтобы было лучше видно. И высаживаем лук в сплошную, как это называется, мостовым способом. Вот как раньше мостовую булочником мастили, так и мы луковицу за луковицей, без каких-либо промежутков, без перерывов. Это сюда пойдет. Я вот сейчас сначала вот эти все, которые большой размер высажу. Потом постепенно также высажу маленькие, в конце, если останется место, высажу вот эти вот зеленку. Все, на этом наша посадка, процесс посадки закончился. Поливаем сверху водой, ставим куда-нибудь. Если, например, еще рано на улице у вас прохладно, можете подержать дома на подоконнике. Он и на подоконнике начнет расти. Но как только температура будет там, ну 10 градусов, 12 на улице, это подходящая температура для лука. Выставляете его на солнечное место. Все, первая посадка у вас для огорода на балконе готова. Куда его лучше ставить? Ну вот, по отзывам тех, кто высаживает. Цветы, когда делаете огород на балконе, если хотите сделать огород, цветы выбрасываются за балкон, туда на подвесные, там ящички, кашпо. А первым рядом после цветов, вдоль вот этих вот, если у вас перила, то вдоль перила, если застекленное, то первый слой. Это будет салат, укроп, лук и уже дальше, потом на заднем плане будут высокорослые томаты, огурцы. Ну вот сейчас уже можно все это, буду сейчас показывать и салат, и укроп, и редиску. Все это можно садить, все это можно начинать высаживать, выставлять. Если на лоджии у вас или на балконе на застекленном достаточная температура, то можно сразу ставить на постоянное место. Все, через две недели лук на перо будет готов. И совет, желательно, когда вы будете убирать урожай, не нужно срезать все с одной головки. Наружные, более взрослые, отщипывайте зеленые перья, а внутри будут появляться новые. Тогда вам не нужно будет заменять луковицу или долго ждать. И эстетически более красивая будет посадка лука, когда он не будет просто вот так вот, ну как срезан, лысые такие будут ставить луковицы. Вот равномерно с каждой луковицы понемногу-понемногу можно ежедневно набирать лук зеленый на салат. До свидания, с вами была Ольга Чернова. Это тема огород на балконе, посадка лука на перо. Выращиваем зелень на балконе. До свидания.